Ужал Сулейменов, поздравляю вас с днём рождения, желаю вам большого счастья, крепкого здоровья. Знаете, моя мечта была увидеться лично с вами. Спасибо вам большое за то, что дали эту возможность. Ужал Сулейменов, одна война закончила и другой. Мой дядя, брат отца, ушёл на фронт. Ушёл он добровольно, я не помню. Но помню, от бессонницы ушёл, от белых окон и ночных визбуков, от резких тормозов на повороте. Он шёл с мешком вдоль пыльного орыка, а я бежал, цеплялся и просил, взять в плен фашиста. Если тот не сдастся, ударить шашкой, или так на штык, или ногой в живот, пусть будет больно порезать руки, чтоб кровь хлистала. Он сбоку, посмотрев в мои глаза, дед хмуро кашлял и плевал под ноги. Всё реже в домик приходили письма, потом пришло одно, в нём говорилось. Мой дядя пал хорошей смертью храбрых, а я не понял, и был счастлив я, увидев слово храбрых. Дед не плакал, решил старик застенчимый, угрюмый, проехать полстраны с голодным внуком, чтоб разыскать могилу сына. Дед не разрешал с нас и убежать уже к земле. Я помню полстанок, зной без хлебей, солдаты в пролетающих вагонах, разбитая земля, а столы танков, голодное варьё пустых вокзалов, сожжённые деревни и кровь, разбухшие от поры живых трав. Я помню, реки, 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 дожди, то моросящие, то ливни, стволы осин, тубов запреснивелых, и глина, глина, глина по колено нам показали дядину могилу. Она была за маленькой деревней, едва просохши после серых ливней. Над мелкой речкой, глиняной горы, дед помолился, пожевал на свае, а я гладел на глиняную землю. Она была, земля, почти такую, как наша, только мокрая, я запомнил. Вокруг стояли жители деревьев, одна из них казалась мне красивой, с худыми, но румяными щеками. И звая, как соседка, я запомнил. Мой дед не обращал на них внимания. Он снял бешмет и, обойдя могилу, вонзил лопату в глиняный бугор. И женщины вдруг обступили деда. Так что с румяными щеками сказала, я запомнил, разве можно? Здесь 18 человек лежат. Мой дед уже чуть понимал по-русски. Он осторожно вытащил лопату. Рукой погладил черной глине и вытер руку осухой сапогой. Мы день просидели у тихой речки, на темноты светили ребятишки. Дед Пачер пел арабскую молитву, а я гонял за ритмой муравьев.